Мы отыграли игру с происхождением рептилий и с их многообразием древним, и вот сейчас к полету возвращались. Первыми научились летать в тиразордах, затем птица, и уж совсем вот на этой границе рукограды. Ну и давайте составим списочек проблем, которые должен решить каждый летающий позвоночный зверь. Предлагайте. Первая проблема – это вообще национальная паранойя для всех людей. Облегчение тела. Значит, экономия веса на всем. Как вы видите, иногда вообще это смешные вещи. Просто охохочишься. Так, вторая проблема, кроме облегчения тела. Большие затраты энергии. Вах, конкретнее. Давайте вот так, чтобы было ясно, по очереди. Ну-ка, птице, чтобы ей летать надо, ей нужно много энергии тратить. Ну и устроение тела, когда должно быть. Ну и устроение тела, когда должно быть. Ну и устроение тела. А мы, опять же, устроение, опять же, легких и так далее. Удыхание строения. Стоп, вы летаете легкими? Нет. Но это зато... Внимание, народ, давайте, давайте вот так. Договоримся. Когда я спрашиваю список проблем, которые надо решить, имеется в виду работу каких конкретных органов и в какую сторону надо менять. Конструкцию каких органов и в какую сторону надо менять. То есть, как менять надо анатомию, как менять надо физиологию. Понятно все? Хорошо, понятно. Мышцы должны быть намного больше, сильнее. Допустим, мышцы хвоста. Нет. Нажимательная мускулатура. Ага. Полетная мускулатура. Отлично. Короткий пищевол. Развитие мощной полетной мускулатуры. Короткий пищевол. Короткий пищевол. Почему? А чтобы у него быстрее проходил цикл. Бах. Чтобы тело было как можно... Ну, в общем, быстрее началось. Он легче становится. Так, конечно. Так, если у меня пищевол короткий, это значит, что желудок где-то сразу за годкой. Вот у меня годка, вот у меня короткий пищевод, вот здесь желудок. Нет, не пищевод. Ребята, а что? Не пищевод, а кишечник. Кишечник короткий. Хорошо. Я взял и еще пропустил по короткому кишечник. А в результате все осталось осознанно. Я взял выпуски. И он стильный обмен при этом. Так, значит, интенсивный обмен или короткий кишечник? Интенсивный обмен. А в качестве средствия интенсивного обмена может быть некоторое укорачивание кишечника. Да, вот это можно. Поэтому детям. Но опять же, нужно в лучшую сторону систему легких и тренингодовую систему улучшать. Так, в лучшую, в лучшую. Ребята, это же такая детсадовская оценка. Давайте исходить из физических и химических параметров. Хорошая легкая, это какая легкая? Ну, которая обмечает больше кислорода и может его отдать. То есть, самая лучшая легкая... Больше не сможет больше отдать. А вот просто? Да, отдать. Кроме. Отдать. Мы с вами уже говорили, от какого параметра формы легких зависит скорость газообмена. Ну, у птичей есть еще двое. Поверхность. Еще раз. Площадь внутренней поверхности. Вы говорите о том, что надо высокую площадь внутренней поверхности. Согласен. И плюс к этому вы говорите, что хорошо бы улучшить саму скорость газообмена. Да. Да. Верно. Остается открытым вопросом, как это делать будем. Вот птицы, птицы совершенно гениальный способ газообмена, и их легкое вдвое эффективнее, чем наше. Дело в том, что мы с вами сделали вдох, потом выдыхаем воздух. Как по-вашему, мы из кислорода поглотили, который был в воздухе? Нет. А сколько примерно? От того, что был в воздухе? Ну, сколько бы вылечить? 75%. Какие 75? Хм, разогнаюсь. 30? Нет, у них двое дыхание. А 70%? А 70% выдохнули. Мы его не смогли, наше тело не смогло его взять. А птицы, сколько, вот они сделали вдох, выдыхают. Сколько птицы? 60%. 60%. 60%. И выдыхают только 40%. Если сравнить птичий газообмен и человечий газообмен, во сколько раз? Во два. Просто вдвое, более эффективно. Как им это удается, чуть позже разберем. Это уж не сегодня. Нет, температура тела больше. Температура тела выше, это верно. Более интенсивный обмен веществ. Что еще? Острое зрение. Еще раз? Острое зрение. Острое зрение. Острое зрение. Острое зрение. Остязание. Остязание. Класс. Нет. Нет, это рептилий. Вообще, не дракон, а вообще любое животное, которое на штуке летает. Любое летает. Любое летает. Глубомовка тела должна иметь подходящие аэродинамические характеристики. Обеспечивать низкое сопротивление и развитые аэродинамические поверхности крыльев, которые бы обеспечивали несущую силу. А на картинах они все какие-то, наоборот, такие. Ну, то есть птицы, они такие обтекающие будут, а эти они драконные. Нет. Птерозовые, они тоже какие-то, как бы сказать. То есть вот так вот. Нет, ну, более всякие, там, хостелик прям через кожу виден. Хостелик прям через кожу. Ну, вот, и сам, вот, хребет. Так, классно. А если хребет затянут сплошным ровным слоем кожи, это обтекаемая конструкция или нет? Нет. Да, обтекаемая. Слой кожи какой? Сплошной и обладкий. Конструкция обтекаемая или нет? Да, обтекаемая. Решает? Ну, сама кожа обтекаемая, а вот эти все. Что эти все? Эти все под кожей? Ну, да, но они все равно... Или они торчат на кухне? Да, торчат. Ну, вместе с кожей. Да, либо вы видели не очень, как бы сказать, грамотно сделанную иллюстрацию, сейчас это очень часто бывает, так? Либо не очень хорошо сами разогрались. Ни одного летуна с необтекаемыми формами тела никогда не было и быть не могло. Понятно, почему иногда объясняет? Понятно. Ну, понятно. Ну, понятно. Ну, допустим. Пока мимо одной важнейшей штуки можете. Это уже сказали. Эффективный подход кислорода, питательных веществ, мускулатуре, хорошая мускулатура. А нужно... А нужно... А нужно... А нужно смотреть, как вес уменьшательный? К способу уменьшения веса еще разберем. Само направление было названо, а конкретное... Ага. А теперь давайте смотрим в сказке дядюшки Римуса. Читали ли вы? Про братец Кролика, братец Римуса. Отлично. Значит, вот, допустим, бежит братец Кролик. За ним никто не годится. Так? И он взял, совершил ошибку в управлении своими движениями. Ну, чем он рискует? Власть. Нет, нет. Ну, и чем это кончится? Ну, хорошо. Стопкнулся. Допонуться в дерево и потерять в ламках. О-о-о-о. Да. Пожалуйста. Если бы придет миссия... Пожалуйста. Вы меня не расслышали. Братец Кролик не едет на полку опыта. А Братец Кролик бежит. Бежит. Вы себе представляете? За ним никто не гонится. А он... А он... Разбил мусор. Хорошо. Разбил мусор. Давай. А теперь... Это существо, которое летит на высоте 100 метров, и у него произошла ошибка в управлении. Оно модел через год. Оно от самого падения. Все падения. Не нужно, а что будет наверняка. Он даже падения. Проискутся, какой с тем органик надо многократно усложнить, делать... В невазе. В десятки раз более, конечно, вестибулярный аппарат. Аппарат ориентации пространства. Аппарат чувствительности к собственным движениям. Где у любого позвоночника находится, ну, показывает, как называются наши органы, выполняющие функции вестибулярного аппарата. Ориентация движения, локация перемещения пространства. Это уже центр обработки информации. Ушная раковина нет. Ушная раковина – это просто раструк для фокусировки звуковой волны, не больше того. Никак не умеет собирать информацию о положении в пространстве. А скажите, пожалуйста, а какие задачи такого органа чувств, которые называются ухом? Слышит? Принимает? Ну, принимает звуки. Световую волну? Нет. Световую волну по звуковой волны. Да, да, отлично. А вы понимаете, что на самом деле слуховая функция уха – это функция очень поздняя. Впервые ухо начинает заниматься восприятием звуковой волны только у антибиотиков. Так? Да. А у рыб уха никакого отношения к анализу звука не имеет. К термогензикам. Да. А где есть вестибулярный аппарат. Это первая задача, и самая главная на самом деле задача уха – это ориентация пространства и анализ тех движений, которые мы рассчитываем. Анализ звуков – это дополнительная задача, которая намешивается на ухо очень поздно в эволюции. Так вот именно этот вестибулярный аппарат, если уж мы собираемся переходить к полету, надо совершенствовать многократно. А это значит, что строение внутреннего уха усложняется и доводится до оптимального, существенно более развитого, чем у нас с вами. Обработка этих сигналов ведется в каких оттенах головного мозга? Моржечок. Координация движений. И двигательная кора. Создание новых паттернов движений, новых файлов, новых типов действия. В результате, что нам приходится, если мы переходим к полету, делать с нервной системой? Усложнять. Усложнять органы чувств и способ переработки информации. А теперь, мы же от холоднокровности перешли от теплокровности. А внутренними оконами управлять надо? Печенью, желудоком, кишечником, сердцем. Как положено, какая программа управления проще, а какая сложнее? Рассчитанная на постоянство температуры тела, вне зависимости от изменений вокруг. Или, которая не зависит никак от внешней среды, молотится. Это самое сложное, да? Самое простое. Самое простое. А если, несмотря на внешние изменения, я все равно держу постоянную температуру? Ну, это сложно. Исключительно сложно. Что надо сделать с разделом нервной системы, управляющими работой внутренней кожи? Резко усложнить. В результате у всех летунок происходит резкое усложнение нервной системы, как управляющей системой тела.